здравствуйте привет так что у вас было на последнюю лекции надо как-то начать проверка гипотез но мы сначала поговорим про дверительные провала не у вас были на лекции или нет были хорошо но все равно будем их повторять так давайте сначала вы тогда мне поможете коль уже все знаете скажите определение доверительного интервала доверительные интервалы кто может сказать определение можем папа порционно его выводить давай давайте давайте начнем с того что я думаю для чего от чего то есть хорошо да у нас есть выборка мы ее буквой x будем обозначать выборкой ну соответственно из некого неизвестного распределения p из параметрического семейства распределений потому что доверительный интервал у нас на параметр вот давай теперь наше определение гласит пусть альфа 0 1 ну давайте ну там энны еще нету энны этого симпатических тут у нас просто будет пара статистик это один из этого 2 это все так кто-нибудь видит там если тут какая-нибудь ошибка или мы все написали зум тоже активничает но если вы считаете все все ок тоже говорит там да все ок нет не все нормально важно надо всегда не забывать что для любого тета из тета большого тут все еще та же самая проблема это было важно так напомним что если тут будет знак равенства то тогда это будет точный доверительный интервал уровне доверия альфа дальше то же самое вот давайте посмотрим как его применяют задачах ну чтобы применять его задачах нам нужно какая-нибудь метода его нахождения какие вы методики помните ну не знаю просто вдруг нам вам на лекциями рассказывали я это буду все сейчас рассказывать ну квантили мы использовали квантили использовали там вспомнить как метод назывался метод центральной функции у вас был должен был быть наверное в чем смысл давайте введем какой нибудь же случайную величину ну статистику получается от x от это такое что мы знаем ее распределение и она не зависит на это распределение не зависит от это распределение не завище от это вот так же мы можем тогда взять любые два числа альфа-1 альфа-2 из 0,1 такие что альфа будет разностью альфа-2 минус альфа-1 взять тогда g1 и g2 это будут соответствующие квантили в этом распределении альфа-1 и альфа-2 квантили распределение альфа-1 и тогда мы можем сам доверительный интервал построить это будет какое-нибудь множество с от x которое будет входить все тета даже не интервал а область это важно такие тета что функция g будет лежать между как раз этими квантилями то есть выборка у нас фиксированная тета как-то может изменяться и все теты которые подходят к такой условия будут задавать нам доверительную область почему область а не интервал ну здесь важно что когда вы чего-то там будете обратно переходить вот в этом неравенстве к неравенству на тета то у вас может случиться так что интервал это когда вот у нас ровный интервал там от левой до правой границы но теоретически мы можем ввести и разрывные какие-то ножки например где мы берем левый конец правый конец и серединку не берем вот но при этом здесь все бы подходило вот но если у нас только распределение будет выглядеть как-то вот так нам выгоднее взять вот эту область какую-нибудь эту область а эту не брать вот но вот это уже не будет интервалом потому что тут есть разрывчик это называется в общем случае доверительной области вот давайте порешаем задачи вы искали для нормального уже на лекции этим методом а громче искали тогда давайте для экспоненциального поищем рассматриваем два случая вообще по экспоненциального распределения обычный параметр у нас это это параметр масштаба давайте рассмотрим сначала его пусть у нас есть выборка x1 xn из экспоненциального с параметром тета нужно найти доверительный интервал вот давайте для начала выпишем плотность кто помнит плотность экспоненциального ну давайте вспомним все вместе так плотность экспоненциального это тета есть степени тета x индикатор того что x больше нуля помните такое распределение вот давайте заметим что нам бы по-хорошему что воспользоваться центральной функцией надо как-то от тета избавиться ну в частности вообще можно еще записать функцию распределения может кто-то ее помнит это типа вот так она выглядит вот можно тогда заметить что если вместо мы x а подставим x деленное на тета то мы получим экспоненциальное с параметром 1 вот давайте тогда вместо нашей выборки у нас была вот выборка x1 xn будем рассматривать выборку x1 делить на тета xn делить на тета вот они у нас тогда будут распределены как экспоненциальное с параметром единицы все это понимают нет неправда сейчас объясню почему неправда так если тут функция так выглядит тогда сейчас там получается что функция распределения такси меньше равна чем x деленное на тета то есть получается тут будет тета кси меньше равна чем x вот тогда это надо домножать наоборот на тета вот не делить и домножать тета xn вот ну сейчас точно экспоненциальное с параметром 1 вот мы переносить будем функцию распределения вниз в делитель и будет получаться экспоненциальное с параметром единицы есть еще одно свойство экспоненциального распределения я не знаю было ли оно у вас пусть у нас есть x1 xn из экспоненциального с параметром не знаю лямбда тогда сумма их сумма в хитах будет распределена как гамма с параметром лямбда n вот то есть по идее экспоненциальное это научное это у нас то же самое что гамма с параметром лямбда 1 вот а сумма гамма с одинаковыми альфами просто бы это складывается вот может вам пригодится по жизни вот давайте этим тогда воспользуемся и можем из этих случайных величин сделать как раз центральную функцию а именно мы можем ввести функцию g от x и тета которая будет равна тета суммы иксов ну просто просумировали эти случайные величины пока всем все понятно что еще а еще раз так а рассуждение конкретно в каком моменте где мы переходим к экспоненциального с параметром единица а где делим на тета умножаем на самом деле так давайте еще раз вот у нас есть плотность мы ее знаем функцию распределения мы тоже знаем так вот классно ну можем заметить что если бы у нас просто вместо x стояло x делить на тета то мы получали бы экспоненциальность параметром единицы которая от этого не зависит да вот давайте запишем что такое функция распределения функция распределения x делить на тета это вероятность того что вероятность x меньше Ace ну, здесь x, случайная величина, меньше равна, чем x делить на θ. Ну, тогда вот эта случайная величина θ x меньше равна, чем x. Вот, так что если мы возьмем такую случайную величину, ее функция распределения эквивалентна вот этой функции распределения, где x была изначально с параметром θ, вот этой. Сейчас было понятно? Ну да, хорошо. Вот, значит, если мы будем вместо ксишек, которые у нас были вот тут с параметром θ, брать θ ксишки, ну, в данном случае θ, умноженное на x1, мы будем получать, что они будут уже под эту функцию распределения подходить, которая будет экспоненциальная. Вроде так. А может, все-таки делить надо. Сейчас. Я сама запуталась уже. Так, давайте еще раз. Вот, у нас была функция распределения кси меньше равна, чем xа. Это равно 1 минус e θ, минус e θ, это x. Вот, тогда кси делить на θ, мне еще равно x делить. Итак. Ну, тогда функция распределения вот этой величины, мы ее, типа, не знаем. Это все равно, что функция распределения кси x делить на θ, которую мы сюда подставим, что кси мы знаем, все, все хорошо, я правильно посчитала. Вот, да, надо умножать. Вот. Все понятно. Так, ну, хотя бы голосом отвечаем. А, лямбда. Это я, так, что дальше с лямбда? Ну, мы нашли, на θ умножили, получили экспоненциальность с параметром единица. Дальше, это вот такое, отдельно в рамочке, можно узнать свойства экспоненциального распределения. Вот. Если у нас есть какие-то случайные величины с каким-то параметром лямбды из экспоненциального, то если мы их сложим, мы получим гамма с параметром лямбды и n. Но в данном случае у нас лямбда равно единице. Вот. Понятно? А, все, хорошо. Все понятно. Так, мы получили центральную функцию, которую хотели, которая распределена как... Как? Как гамма распределения. Гамма распределения. Ну, можно через плотность определить. Там она зависит от альфа и бета. И это будет x в степени минус... Так. x в степени бета делить на гамма от бета. Е в степени минус альфа x. И тут еще должно что-то быть. Типа альфа в степени бета. Вот так, по-моему. Если меня память не изменяет. Ну, индикатор того, что x больше нуля. Ну, можете в Википедии посмотреть, правильно ли я вспомнила. Гамма распределения. Ну, вроде она так выглядит. Ну, просто это более всеобщное распределение, чем констинциальное. Вот. Так как оно распределено? Какая-то сумма. Кто-нибудь в зуме хотя бы. Я же должна одну задачу решать. Вам их потом в домашке делать. Так. Ну, давайте так. Эти были распределены как экспоненциальные единицы. Мы их сложили. Так. 1,1. Почему 1,1? 1,n. 1,n. Ну, мы же 1 штук сложили. Все. Это какое-то известное распределение из таблички, которая на самом деле достаточно популярна. Значит, мы можем взять для него квантилию, ну, и воспользоваться просто той формулой. Я думаю, дальше, которая там была вот этой формулой для ЖЭШКИ. Вот. Я думаю, дальше можно не расписывать, что получится. Вот. Нам главное было центральную функцию получить. Так. Всем все сейчас понятно было? Если да, говорите голосом. У меня в зуме там много человек, а пишут такое чувство, что один только. Я же за вас переживаю. Так. Давайте рассмотрим теперь похожую задачку. Мы снова давайте возьмем экспоненциальное, но теперь тета будет отвечать за сдвиг. Со сдвигом. Так. Ну, что это означает? Давайте я вам выпишу плотность по тета от х равно е в степени минус х минус тета. И индикатор тоже сдвигается с того, что х больше, чем тета. Вот. Ну, представьте, если представлять график плотности, то если он раньше был где-то здесь, мы просто взяли его и вправо сдвинули. Все. Кто может предложить центральную функцию? Ну, она так же будет выглядеть. Ну, давайте, что бы мы хотели сделать? Нам нужно избавиться от тета. Вот. Есть идеи? Сдвинуть и сделать то же самое? Ну, сдвинуть просто в другую сторону. Вот. То есть, получается, если мы сделали х плюс тета, получается, у нас все х стали х плюс тета, нам надо тета просто вычитать. То есть, мы получаем, что х это минус тета уже экспоненциальное от одного. Ну, тут похоже будет рассуждение, что если мы перенесем, то функции плотности тоже прибавятся и тета сократятся. Вот. А дальше что делать? Суммируем, получаем гамма распределения. Да. Все. Классно. Будешь всем помогать, если мы с домашкой. Ну, снова мы можем просуммировать. Так как мы суммируем экспоненциальную единицу, мы получаем гамма 1n. Ну, вот это у нас есть наша жежка, которую мы бы хотели. Вообще, вот эти две ситуации, можно сказать, основные, когда используется метод центральной функции. Либо у нас масштабирование идет, то есть, вот этот параметр масштаба. Вот. Нам просто надо нейтрализовать его и получить какое-то стандартное. Или вот здесь параметр сдвига. Похожий можно сделать для нормального. Например, там тоже есть первый параметр — это сдвиг, второй — масштаб. Вот. Ну, замечательно. Отлично. Что делать с остальными распределениями? Надо какой-то более универсальный метод. Вообще, здесь тоже есть универсальный метод, но если будет правильно, только я в конце про него расскажу. Вот. А давайте мы теперь поговорим про асимптотические доверительные интервалы. Так. Кто может помочь мне с определением? Ну, у нас тут вроде то же самое, что я в институте провал, потому что там, вероятно, попадание методов не всегда. Отлично. Там вот говорят, что у нас будет стремление. Давайте мы тогда все это запишем. Но у нас все так же есть выборка. Сначала у нас такое же. Из неизвестного распределения P параметрического. Вот. Тогда асимптотическим доверительным интервалом... А, так, мы тут тоже берем альфа какой-то из 0,1. Доверительным интервалом уровня... Доверие альфа будет называться... Вот тут у нас первое расхождение. У нас теперь... Так как у нас стремление, то это будет не пара статистик, а последовательность пар. Вот. То есть это будет какое-то... Это первое n от x. Вот это второе n от x. Pn от 1 до бесконечности. Такая что... Ну, теперь, так как у нас стремление, мы пишем предел. В чем будет верхним пределом. Pn, P... Это то, что у нас в n-й паре оказалось. Тета. t1n, tx, меньше, по-моему, t, меньше, но... t2, t2n, tx. Вот этот верхний предел больше и равен альфа. Все ли я написала? Для любого тета. Для любого тета. Все, классно. Ну, чтобы он был точным, здесь нужен будет простой предел. Не верхний. Точно верхний, не нижний. Верхний, по-моему, все-таки. Вот этот предел. Он должен быть равен альфа, и тогда это будет точный. Этиментатический доверительный интервал в уровне доверия альфа. Вот. А, да, правда. В этом есть логика. Да, нижний. Ну, бывает, я ошибаюсь тоже. Так, замечательный нижний. Да, но все должно быть больше, чем альфа. Так, что мы делаем, чтобы его найти. Какая у нас методика? Ну, мы там, вы на лекции искали с помощью метода центральной функции доверительный интервал для нормального. У нас есть асиментатически нормальные оценки. Можно это как-то объединить все и получить асиментатический доверительный интервал. Ну, причем из-за того, что у нас есть ТПТ, у нас легко находятся некоторые асиментатически нормальные оценки. и их очень удобно использовать. Давайте сразу себе выпишем, как оно будет выглядеть. Вот если у нас есть ТПТ с крышкой, это асиментатически нормальная оценка. Я что-то не проведу. Тета с асиментатической дисперсией сигма квадрата тета. Вот. То тогда мы можем явно выписать, как будет выглядеть наш доверительный интервал. Это будет тета с крышкой минус Z1. Так, 1 плюс альфа пополам, если мне память не заменяет. Так. Сейчас. Так. Будет сигма от тета с крышкой. Вот тут будет корень из Z1. Вот. И тут будет тета с крышкой плюс то же самое. Потому что оно асиметричное. Так. Давайте я все-таки проверю на всякий случай. Вдруг я снова вас обманула. Будет некрасиво. Так. А, нет. Не обманула. Все замечательно. Вот. Это общий вид асиментатического доверительного интервала. Там есть теорема, которая показывает, что действительно все так выглядит. Я не знаю, была ли у вас она на лекции. Ну, где выводится эта формула? нет. Нет, такого не было. А что у нас в принципе Z? Z это Z обозначается квантилью нормального 0,1. То есть сейчас ZP это P-квантиль квантиль нормального 0,1. Стандартного нормального. Вот. Ну, как это выглядит? Вы, когда искали методом центральной функции, у вас сигма была известна, и вы получали такой интервал. Все было хорошо. Вот. И он таким еще получается не из-за теоремы Александрова. Там можно ей воспользоваться, чтобы показать, что действительно вероятность будет больше равна, чем альфа. Вот. А в данном случае мы сигму типа не знаем, но так как сигма у нас будет точно, нет. Состоятельной оценкой сигмы, то если мы поставим состоятельно синтетически нормальную, то есть если мы сигму поставим синтетически нормальную оценку, мы получим состоятельную оценку сигмы. Вот. И там в стремлениях все будет хорошо, и она тоже будет стремиться к нормальному. На пальцах плохо получается. Не знаю, если вы хотите, если у нас в конце останется время, я могу это вывести. Не знаю, нужно ли оно вам, но можно для общего понимания. Давайте лучше еще задачки порешаем. Так, сейчас я тряпку намочу, а то ей совсем плохо. Так, наверное, тоже все твое, но как раз высохнет. А у вас критерии согласия тоже были на лекции, да? Да нет. Регулярно, чтобы у нас согласие вполне помнить. Можно еще раз четче только. Я лично не помню критерий согласия. Ага, хорошо. Не, просто я всего не рассказываю тоже вам. Я хочу просто понимать, были они у вас на лекции или нет. Все хорошо. Критерии согласия – это из проверки гипотез. Ну просто это отдельный вид гипотез, можно сказать. Так, давайте решим задачки. А там уже решим, надо ли там что-то знать, критерии согласия. Были они у вас или нет. Задача. Давайте возьмем какое-нибудь простенькое распределение. Например, вернули. Извините, что она не высохла еще. Может быть, плохо видно мел. Ну, если вы попробуете дома поискать центральную функцию, не думаю, что что-то получится. Ну, потому что, типа, мы не знаем, как арифметические операции влияют на Бернулли, и как бы от ТЭСа сложно избавиться. Вот. Но зато мы знаем ЦПТ, знаем его математическое ожидание и дисперсию. Вот. Давайте этим пользоваться. Итак, ну, нам нужна асиментатически нормальная оценка ТЭТа. До этого давайте выпишем ЦПТ. Давайте, какая мы от ожидания убернули? ТЭТа. А какая дисперсия? Угу. Угу. Да, такая. Вот. У нас есть ЦПТ. То есть мы видим, что X-рейгния – это асиментатически нормальная оценка ТЭТа с асиментатической дисперсией Сигма ТЭТа равная Сигма квадрата ТЭТа равная ТЭТа 1 минус ТЭТа. Вот. Ну, и мы можем... А, поставить все в формулу, которую я словно не стерла. Извините. Давайте я куда-нибудь сюда выпишу еще раз. Там было ТЭТа с крышкой. Минус. Давайте сразу плюс-минус напишу. Ну, понятным образом. Дальше ничем не отличается. Тут Сигма ТЭТа с крышкой. Тут Кварь и Мизайн. Вот. Давайте, говорите, как будет выглядеть доверительный интервал. Ну, нам просто надо все расставить по своим местам. Ну, и там люди из зума. Все. Это несложно. Надо хотя бы чего-то начать. Так, тут Х с чертой. Ну, давайте сразу заметим. ТЭТа с крышкой — это Х с чертой. Дальше, асимпетически нормальная оценка. Дальше мы можем сразу переписать минус Z плюс альфа пополам. Тут будет что-то в числителе и в знаменателе. В числителе. В знаменателе. Знаем, что такое организован в числителе? Вам надо подставить, что нужно. Так, давайте будем внимательнее. Тут мы вместо ТЭТа должны поставить нашу оценку. Вот. Так что у нас будет тут Кварь и квадратный из Х среднего. 1 минус Х среднее. И тут то же самое. Все. Мы нашли синтетический доверительный интервал. Вот он зависит от Н в знаменателе. Вот. И там по теореме он же хороший. Вообще очень легко. Вот. Ну, если быть формальным, то вот здесь мы могли бы вот это перенести сюда и получить наш... Вот такую виду формулу. Корень из ТЭТа 1 минус ТЭТа. Нормальная 0,1. Вот это почти центральная функция, но проблема в том, что тут в знаменателе корень квадратный, и вот эти как-то ТЭТа не объединишь в одну форму. Поэтому здесь мы просто заменяем вместо ТЭТа, подставляем оценку. Вот. И вот, знаете, вот у нас ТЭТа. И здесь сразу можно увидеть, что, ну, так как у нас нормально выглядит так, нам надо просто симметрично обрубить квантили. Это будет ТЭТ 1 плюс альфа квантиль пополам. Это будет минус ТЭТ 1 плюс альфа пополам. Вот. Ну, и мы говорим, что вот эта формула уже как раз между этими квантилями. Когда мы открываем ТЭТа, мы должны сначала домножить на это число, поделить. Вот, получаем вот такое. И потом Х перенести. И получаем вот наш интервал. В целом, оно вот отсюда получается. Вот. Единственное, там неочевидный момент, что вот можно вот так хитро взять и заменить. Но это по свойствам оценок получается. Я вам в целом рассказала, как они получаются. Давайте еще одну задачу. Какое вы хотите распределение? Давайте любое распределение, которое вам нравится. Равномерное. Давайте равномерное. Еще нет. 0, ТЭТа пусть будет. Ну, что мы делаем? Давайте первое действие. Кто напишет, можно в чат хотя бы написать. Полтора человека работают. Ну, давайте еще раз посмотрим. Что мы сделали сначала здесь, первым действием? Ну, вот там даже сто первой строчкой написано. Мы бы выписали ЦПТ. Давайте повторим алгоритм действий. Первое. Выписываем ЦПТ. Но оно выглядит как? Оно выглядит корень из n. Шкобки. Тут будет мотош. Тут у нас среднее всегда стоит. Минус. Нормальное. Ноль. Исперсия. Вот. Нам нужно только нужное вставить. ТЭТа пусть пополам. Да. Там будет А плюс Б в квадрате наверху. Делить на 12. Ну, ТЭТа квадрат пополам. Так. Отлично. В данном случае у нас небольшая проблема закралась. Тут у нас ТЭТа пополам. Вместо желаемых там просто ТЭТа. Нам же на ТЭТ хочется. Потребительный интервал. Фо можно сделать. Что? Ну, что сделать, чтобы ТЭТа получилось? ТЭТа пополам. Умножим на 2. Давайте умножим на 2. То есть получится тут. 2 средних минус ТЭТа. И тут на самом деле вносится с квадратом. И получается ТЭТа квадрат на 3. Вот. Теперь у нас все хорошо. Осталось выписать сам доверительный интервал. Два средних, да. Ну, тут будет, извиняюсь, или корень из Н. Два средних, ну, давайте сюда пишем просто. Ну, давайте сразу просто напишем. Плюс-минус, все. В целом, если вы будете писать так, люди тоже поймут. Вот. Вот. Все, мы мастерски научились искать эти педотические доверительные интервалы. Вот. Можно сейчас сделать перерыв или без перерыва, как хотите. В целом, по программе надо сейчас только ноутбук осталось разобрать. И потом, если вы хотите, я вам могу у тебя дополнительно рассказать про доверительные интервалы, в том числе. Еще хитрый метод один раз рассказать о тех нахождении. Тут коллективно в аудитории решили, что без перерыва. Давайте тогда я сразу вам покажу презентацию. Вот. Надо только... Включить ее в зуме. Окей. Так, в другую сторону. Все, все видно. Камера только в другую сторону. Так, этот ноутбук сначала будет у вас про... Ну, вообще, как рисовать функции. Это понадобится для доверительных интервалов, в частности, вот закрашивать так красиво область. Давайте это разберем. Например, первое задание. Нам нужно из 1 делить на корень из х, и 1 минус... Минус 1 делить на х. Вот. 1 делить на х и минус 1 делить на х. На треске нарисовать и закрасить между. Ну, для этого введем какую-то сетку. Ну, просто, например, отрезок разбьем на 100 частей. Ну, 100 значений возьмем. Сделаем фигуру. По х у нас просто вот эта наша сетка. Сверху линия это 1 на х. Снизу минус 1 на х. Тут все понятно. А дальше, чтобы сделать такой закрашенный интервал, есть функция fill-билд-вин. Она пока передает туда иксы. Нижний урик, верхний урик. Ну, можно, на самом деле, в другом порядке тоже передать. Но не должно сломаться. Вот. Альфа говорит за плотной закраски. Вот. Прозрачность ее. Вот. Мы получили такую вороночку. Так. Как рисовать плотность и распределение? Для этого есть хорошая библиотечка Skype и Stats. Ее обычно сокращают DSPS. Вот. Ну, также, например, возьмем сетку от минус 4 до 4. Так, сапплоты нужны для того, чтобы отрисовывать графики рядом. То есть, например, слева и справа максимум места занимать. Вот. Там все будет написано. Вот, например, квантили. Нам надо… Нет, вот там слева 1, 2, 1. Что за… А, так, как оно вообще работает? Вот первая чиселка – это сколько надо в столбцов графиков. Сколько… Точнее, сколько строк, потом сколько столбцов и потом номер графика в этой сетке. Вот. А, понял. Спасибо. Так, как рисуем квантили? Вот тут, например, есть квантили отрисовать. Ну, снова возьмем от 0 до 1, возьмем нашу… Как-то? Сетку. Разобьем отрезочек от 0 до 1. Вот. И воспользуемся функцией 2PF. Она будет возвращать в зависимости от альфа чиселку, которая является альфа-квантильдой этого распределения. Вот. Я еще так же решила добавить вам. Если вы хотите красиво подписывать оси… Вообще, подписывать оси – это хорошая практика, чтобы было понятно, что за график перед вами. Вот. Иногда надо подписать, например, греческими буквами или вот как тут этот альфа, чтобы альфа была внизу подписана. Не знаю, могу вот увеличить, чтобы увидеть, что оно сработало. Вот. Вообще, PLT умеет работать с латехом немножко. Не всегда, но немножко умеет. Вот. Есть два способа. Ну, первое – доллары обернуть. И тогда для греческих символов надо два бэкслэша использовать. Либо можно поставить в первую просто букву R и в один бэкслэш обернуть. Один бэкслэш. Тут просто латеховскую формулу надо написать. Понятно? Не знаю. Для неленивых можете попробовать. Ладно. Дальше поговорим про критерии согласия. Зачем вообще нужны критерии согласия? Вот мы, например, говорили про доверительные интервалы, строили их. Но мы везде до этого, по крайней мере, в семинарах, использовали знания о том, какого распределения у нас выборка, откуда. Когда вам просто приходят какие-то данные, непонятно, какое там распределение. Вы можете, например, рисовать гистограмму, посмотреть и, так сказать, ну, выглядит как нормальное. Но вот это выглядит как нормальное, не очень хорошая практика. Надо все доказывать, статистике, это все-таки наука целая. Для этого используется проверка гипотез. А именно есть целая вот такая категория гипотез, которая отвечает за то, чтобы проверить, является ли наша выборка, лежит ли в этом распределении. Вообще, в чем сильное отличие? Если вам правильно, да, если вы рассказывали на лекции, я думаю, вы правильно рассказывали. Обычно, когда мы делаем какую-то проверку гипотез, мы хотим, чтобы наша гипотеза отверглась. Тогда мы продаём наш результат статистически важным. И вот смотрим на альтернативную гипотезу. Если вы помните, как гипотеза выглядит, там есть основная, альтернативная. Вот мы хотим, чтобы выбралась альтернативная. Здесь же иначе. Здесь у нас основная гипотеза, это та самая гипотеза, которую мы хотим увидеть, что у нас распределение в ноль, например. И мы надеемся, что оно не отвергнется, тогда мы считаем, что оно не то чтобы является нормальным, но статистически не сильно от него отличается. И значит, метода для нормального мы можем для него использовать. Понятно, какая логика. Например, первый критерий — это критерий Коломогорова. Но он в данном случае не для нормального, а для какого-то распределения в ноль. И есть у него альтернатива распределению в ноль. F1 — это в данном случае все оставшиеся распределения, можно считать. Итак, что мы ему подаем? Мы подаем ему выборку, подаем функцию распределения, которую мы как бы F0 желаем увидеть, и параметры распределения, если там не нужны. И что оно нам возвращает? Оно возвращает нам статистику, которая там считает... Не знаю, вам бы выписать, как статистика выглядит. Можно просто посмотреть. Я не знаю, было ли оно у вас на лекции. Там статистика выглядит как... dn равно корень из n супремум по х того, что F1 от х минус F0 от х. Типа разница между двумя распределениями. И вот там такая статистика, она распределена как специальное распределение Калмагорова. Но компьютер за это все за вас посчитает. Все хорошо. Можно в этом не думать. Вот. Надо презентаршку вернуть. Вот. Давайте посмотрим, как оно работает. Допустим, вот мы хотим проверить, что у нас просто нормальное распределение. Вот. Давайте мы ему дали нормальную выборку. Он нам вернул статистику. И вернул еще по value. По value это очень специфическое число. Вам надо лишь сейчас знать, что если оно меньше альфа, то гипотеза отвергается. Если больше, то не отвергается. Все. Ну, обычно альфа у нас гипотеза берется 0,05. Я помню, в доверительных вайлах обычно 0,95 берется доверительный интервал. Вот. Вот тут у нас 0,05. И мы видим, что, ну да, больше, чем 0,05 не отверглось. Значит, критерик Калмагорова считает, это распределение похоже на нормальное. Вот. Если мы, например, возьмем другой нормальный с каким-то параметром, 10 подклонения, то уже по value 0 мы отвергаем нормальность. Ну, типа нормальная 0,1. И если мы возьмем какой-нибудь равномерный, например, нормальный 0,1 тоже отвергнет. Критерий вроде как работает. Работает он. Вот. Потом есть, например, что первый вылка. Он именно смотрит, является выборкой нормальной или нет. В чем плюс? Вот когда есть критерий Калмагорова, он может, там, посчитать его похожим на нормальный, но так как он, типа, распределяется на все распределения, то для нормального у него может быть точно чуть-чуть пониже. А вот как критерий шопер-вилка, он смотрит на какие-то определенные особенности нормального распределения. Вот. Ну, снова нам возвращается статистика и по value. Вот. Ну, давайте посмотрим. В данном случае, кстати, заметим, нам не важно, что какое параметры нормального, просто любое нормальное зайдет. В данном случае обычное нормальное не отвергается, даже с какими-то отклонениями, масштабами не отклоняется. А вот мы дали ему равномерное, и оно сразу отверглось. Есть еще. Например, можно смотреть критерии того, что являются ли эти две выборки из одного распределения лежат, или из двух разных. Это, например, можно там, не знаю, проверки моделей использовать. Например, вы хотите сохранить две модели, вы знаете, какие у них ошибки, и вам надо понять, они вот, одна модель явно лучше другой, или на самом деле, кто кажется, что у них, типа, точность лучше, на самом деле, примерно одно и то же, экспрессивное не то же самое, просто повезло побольше. В данном случае у нас две выборки, они могут быть разного размера. Ну, и мы им просто передаваем, вьем две выборки, на самом деле возвращаем статистику, и поверьем. В данном случае, например, мы сравним нормальное и нормальное, у нас ничего не отклонится. Сравним нормальное и нормальное с отклонением, у нас сразу отклоняется, заметьте, тут в минус 12 степени, так что все отклоняется. Или вот если возьмем нормальное и равномерное, оно тоже отклонится. Можно, например, также сравнивать, предполагать, что если мы, допустим, предположили, что у нас есть две нормальные выборки, можем посмотреть, одинаковые ли у них параметры. Вот. Для этого есть критерий студента. Вообще, вот этот ноутбук, наверх, он вам выложит, чтобы вы могли им пользоваться. Снова мы берем какое-то у нас есть распределение с первого нормального с какими-то параметами, с другого, возможно, с какими-то другими. Вот. Мы, например, хотим равенство средних проверить. Вот. Вот. Тут есть важный параметр. Называется equal war. Что он означает? На самом деле, этот критерий, он отличается для различных случаев. То есть у него есть отдельный случай, когда дисперсии, мы точно знаем, что равные. Когда мы знаем, что дисперсии равные, прям знаем дисперсии. И, например, когда мы ничего не знаем, как дисперсия. Может, они равные, а может, и нет. Вот. И он возвращает, ну, по умолчанию мы считаем, что дисперсии равные. Вот. Он возвращает снова в статистику и по value. Ну, вот, например, давайте вот генерируем с отклонением 0 и с отклонением в 1. Вот. Ну, и запустим тест. В данном случае мы знаем, что дисперсия 1 у них, поэтому мы ничего не передаем сюда. Вот. И видим, что отклоняется, отвергается критерий. Значит, средние разные. Или давайте снова рассмотрим, но теперь у нас, например, дисперсии разные. Ну, он тоже справляется. Ну, кстати, нет, тут он уже не справляется, потому что у него дисперсия другая. Он не знает ничего, мы не знаем про дисперсии. Мы видим, что по value оно отвергается, но не прям на границе. То есть, 0,05 а тут 0,46. Он отвергается, но еще чуток могло бы не отвергнуться. Вот. И если у нас есть отдельный случай, что такое связанные выборки? Вот если у нас выборки, это какие-то две вообще разные выборки из двух разных сфер, допустим, пришедшие, это не связанные. А если вы, например, те же модели тестите на одних, те же данных, то это связанные выборки, потому что они одинаковые. То есть, они как-то зависимы между собой. Есть тоже отдельный, например, случай для связанных выборок. Если тут было int, dependent, независимый, то тут будет relative, связанный. То есть, ну, снова мы можем просто передать выборки и получить все же самые значения. Вот, например, мы можем взять вот эту выборку и добавить к ней выборку с другим отклонением поменьше и посмотреть, равны у них средними или нет. Вот, критерий не отвергся. Ну, действительно, с верхней, там, сумма средних ноль, все еще ноль, все хорошо. На самом деле, если вы будете дальше экспериментировать с критериями, особенно на равенство нормальных, то некоторые симметричные распределения, например, распределение студента при больших там, параметрах, либо Laplace, вот, может, критерий не отвергнуться, хотя это ненормально. Вот. Ну, поэтому бывает такое. Вообще, важно еще, наверное, упомянуть вам, что, наверное, у вас будет хороший вопрос про то, что можно ли сразу несколько критериев использовать. Вот. На самом деле, можно, но не совсем. Дело в том, что, если вы будете подряд использовать критерии, комбинировать их, то есть сначала одним проверить, потом другим, то, во-первых, непонятно вам, на какой результат смотреть, а, во-вторых, вы меняете немного ошибку. Ее надо корректировать. Для этого есть специальные методы, называется множественная проверка гипотез, прям целый такой раздел, где смотрят про то, как сразу несколько гипотез тестировать, потому что может быть такая ситуация, что, ну, короче, ошибка, она уже будет больше, чем 0,05, потому что там произведение будет превышать, не знаю, как это объяснить, на пальцах. Вот. Ну, вообще, не надо так делать. Но если вы воспользуетесь множественной проверкой гипотез, то есть, можно метод специально загуглить для этого, то потом вам достаточно, что, если даже один критерий отвергся, то можно сразу отвергать просто все нормальность, потому что, ну, можно представить себя так, вот один критерий смотрит там на хвосты распределения, другой на симметричный, третий там еще на что-нибудь смотрит. Вот если что-то одно отверглось, то значит уже ненормальное, потому что, как бы, они просто смотрят на разные свойства. Вот. Я понятно объяснила? Может, есть какие-нибудь интересные вопросики? Так, а Zoom что скажет? Ну, давайте же. Ну, или напишите хотя бы. Не буду вас заставлять говорить. Все ли было понятно? Не все ли было понятно? А, как решить, какой критерий использовать? Ой, ну, вообще, смотри, такой, вам тут не дали слишком большого, ну, они так или иначе все разное оценивают, как правило, вот, особенно среди представленных в ноутбуке, потому что, вот, например, тот же Калмагор, который был первый, он подходит кинуть, для каких-нибудь распределений, которые отличаются от нормального, потому что для нормального есть уже, например, шапировалка, которая именно на нормальное нацелена. Но если вам, например, надо знать нормальное именно с какими-то точными параметрами, то лучше тогда Калмагором воспользоваться, потому что шапировилка никак не рассматривает разницу в параметрах. Остальные, они были для двух выборок, то есть уже проверку на каком-то конкретном распределении вы их не проверьте. Вот, ну, если у вас связанные выборки, то вот сразу первые вот эти два проезжают, и можно сразу последним пользоваться. Если у вас две несвязанные, но вы, например, думаете, что они ненормальные, используйте критерий Смирнова. Если думаете, что нормальные, все, можно использовать критерий Student. в данном случае вас не заваливали кучей непонятных критериев, на самом деле там есть тоже свои непонятные, но вот вам дали такой исчерпывающий набор, чтобы на все случаи жизни да что-нибудь пригодилось. Не за что можно голосом спрашивать. Ладно. Так, вам... Да. Как выглядят связанные выборки? связанные, это значит, что одна зависит от другой. Ну, они между собой зависимы. Например, если вы берете модель, ну, например, вы решили там что-нибудь посчитать на модели, там, что-нибудь оценить, предсказать, вы вот получили две модели, думаете, какая из них лучше. Вот. Можете посмотреть на ошибку моделей, но, допустим, одна там 0,06 ошибка, другой 0,05. Кажется, что ошибается реже, лучше. Но непонятно. Можно зато взять, посмотреть ошибку на каждом элементе, получить две выборки для первой модели, для второй, но очевидно, так как это одинаковые данные, то модели так или иначе между собой связаны. Значит, выборки связаны. Вот, чтобы посмотреть, одинаковое распределение ошибок или нет, можно воспользоваться критерием для связанных. Понятно? Это дисперсионный анализ, а не корреляционный. Корреляционный, он говорит про то, что есть связь или нет связи, грубо говоря. Причем, на самом деле, в корреляционном анализе куча проблем, потому что очень сложная зависимость и сложно отплавливать. А дисперсионный, он говорит про распределение выборок. Ну, там разные материи, можно так сказать. ты же дисперсионным, ты же не смотришь на то, связан, тебе не надо понять, связанное или нет, тебе надо понять, одинаковое распределение или нет, там две разные задачи. Так, давайте тогда, вы хотите еще один метод для поиска доверительных интервалов более универсальный? хотим, давайте тогда я вам быстро расскажу, и мы можем уй, ходить, отдыхать. Вот. Называется метод бутстрэпа. Вообще, он не только для доверительных интервалов подходит, он вообще подходит для поиска какой-нибудь статистики, характеристики. бутстрэп. Например, у вас есть выборка x1, xn, может даже неизвестно распределение, вообще, но из какого-то распределения p, про которое вы даже параметрическое множество не знаете, вот нет параметра, просто выборка. Вы, например, можете с помощью статистики, которую вы уже знаете, например, найти среднее, дисперсию, вот. Но, например, если вы хотите узнать дисперсию, дисперсию или дисперсию среднего, или вообще какой-нибудь доверительный интервал на среднем построить, вообще непонятно, как это делать. Вы же ничего не знаете про распределение. Вот. Для этого придуман этот метод. Что он делает? Так выглядит метод. Первое. Первым шагом нам надо генерировать дополнительные вспомогательные выборки. x1, 1, x1, n, x, там, не знаю, d, 1, x, d, n. Что это за выборки? Как они генерируются? Мы эти выборки сейчас, давайте так, давайте зафиксируем какую-нибудь житую выборку. Вот пусть у нас есть какая-то житая выборка. x, j, t, n. Как она выбирается? Вот возьмем g1, g1, g, n. Это будет распределено из равномерного 1, n. То есть, это как-то равномерно, случайно, выбираются чиселка дискретно от 1 до n. Вот. Возможно, они будут повторяться. Тогда давайте даже и 1, и n обозовем. Не знаю, как вам удобнее. Тогда вот x, g1, g, это все равно, что x и 1, x и n. Ну, то есть, мы взяли какие-то индексы, генерировали и просто взяли соответствующие элементы исходной выборки. Это понятно? Ну, типа, сделали репликацию выборки. Например, если у нас была выборка 10, 3, 5, 7, 10, 2. Вот, можно, чтобы кто-нибудь назвал какие-нибудь числа, давай, сколько тут? 6, там, числа от 1 до 6. Кто-то может назвать 3. Вот, например, если назвали 3, потом 6 чисел. От 1 до 6 снова число назови. 1, еще, еще, 5, еще, еще и 2. Все, мы получили bootstrapную выборку. Она содержит в себе значение исходной выборки, но, возможно, какие-то будут повторяться. Мы их как-то просто равновероятно брали. Вот так мы получили до выборок. Сейчас я понятно объяснила, чтобы Zoom тоже мне сказал, что да, мы поняли или нет, повтори, пожалуйста. Понятно, Понятно, хорошо. Вот, мы взяли эти выборки и, например, если нам надо дисперсию среднего найти, оценили на каждом из них среднее. Получили какие-то значения t1, td, которые равно среднее по этому выборке. то есть, то есть, x там первое среднее и x дт среднее. Вот. И это как бы теперь у нас есть новая выборка. t1, td, новая выборка, соответствующая вот, x среднее. Мы в целом можем прикинуть, как изменяется x среднее на этой изначальной выборке. Заметьте, очень важно брать выборку той же длины, что и исходная. Потому что, например, если бы мы взяли выборку покороче, то у нас бы мы суммы софт делили бы не на n, а на n-1. Это была какая-то другая статистика уже, не та, что и исходная. Вот, мы получили новую выборку. И второй этап, мы, например, теперь можем найти дисперсию. Как? Дисперсия среднего это будет просто s от t, дисперсия вот этих тэшек. Что какая-то муха летает? Понятно? Вот, например, так мы можем найти, оценить дисперсию среднего. Просто найдя дисперсию на этой новой выборке. Например, зная среднюю дисперсию, все еще воспользовавшись вот тем асимпатическим доверительным интервалом, мы можем, например, прикинуть, как выглядит доверительный интервал. Просто там поделив нужное количество, ну, поставив оценку и двинуться. Например, мы можем примерно прикинуть, что средняя скорее всего является в соответствии с ПТ асимпатически нормальной оценкой. Вот. Ну, мы оценили как-то дисперсию достаточно хорошо считаем, но другой оценки нет просто. И можем вот эту дисперсию, этого среднего загнать в асимпатический доверительный интервал и получить так доверительный интервал. вот. Есть какие-нибудь вопросы сейчас? Вообще ничего не интересует. У нас есть важный вопрос на самом деле. Каким брать D? Вот есть какая-то непонятная D? Вот две выборки, три выборки, а может миллион выборок. Вот. Ну, кажется, чем больше, тем лучше, но у нас компьютер тоже не безограничный и это может вызвать определенные проблемы. Поэтому давайте выпишем, каким брать D на самом деле там можно с помощью нормального CPT оценить зависимость от D от T. Я сейчас не хочу все это делать, вам, наверное, это будет не очень интересно. Давайте я вам просто скажу, что корень из D примерно распределен как N. Ну, то есть надо брать в два раза больше. А именно, например, если вы хотите, чтобы у вас дисперсия вот этого ST квадрат лежала в, например, даже не так, там, примерно K получается. Сейчас объясню, что это такое. Например, если вы хотите, чтобы ваша дисперсия среднего лежала там как-то сказать-то, допустим, это будет вот это среднее истинное, здесь же какая-то истинная дисперсия среднего. Вот, мы хотим, чтобы оно не так далеко лежало. Например, в прямеделах одной сотой. Вот, когда D надо будет брать, кажется, хотя бы там, получается 10 минус 4, по-моему, получится. Вот. Там получается, что 1 на корень из D это малое от 1 делить на корень из K, по-моему. Словно. Ну да, все. Или нет? Сейчас, блин. 10 в четвертый. Ну, типа там 1 делить же. Вот 1 делить на D у нас получается там 1 делить на A, например, на прочность. То есть на корень из D это умывается в класс? Ну, вроде... Ну, короче, просяб такой. Хотите брать примерно 10 минус 2 точность, берите 10 в четвертый. Хотите 10 минус 3, там 10 в шестой уже. Вот. И так далее. Вот. Мы хотим влиять на точность разброса и получать таким образом наш размер повторопной выборки. Вот. Я просто конкретно не могу чиселку тут найти. Мне нравится где-то было, но тут ее нет почему-то. Так. Ну, вообще, 10 в четвертый, 10 в шестой нормально уже работает. Хорошо. Вот. Но, в целом, вот, метод. все было понятно про бодстреп. Хорошо. Так. Хотите что-нибудь еще? Я просто не знаю, что может быть. А, еще хотела упомянуть вот что. Вообще, иногда доверительный интервал можно искать еще проще. Например, для того же равномерного. Последнее, что я скажу точно. Вот. Помните, мы искали для равномерного. Вот. На самом деле можно воспользоваться так называемой смекалкой. Например, можно заметить, что у нас есть хорошая статистика, которую мы до этого получали, xn, которая так, ну, стремилась к тету снизу. Вот. И вот мы можем просто захотеть, чтобы наш доверительный интервал выглядел как xn с этой стороны, а с этой стороны там xn либо плюс какой-то c альфа, либо умножить на какой-то c альфа. На самом деле вы если попробуете один сделать, то и второй тоже получится. Более того, мы знаем, как xn распределено. Помните, я там про бета писала? Вот. Ну, и можно заметить, что вероятность вот того, что xn будет лежать в этих пределах. Это все равно, что просто вероятность того, что тета меньше верхнего предела, потому что мы точно знаем, что xn всегда меньше, чем тета. Вот. И нам просто надо найти c альфа так, чтобы тут было больше равно, чем альфа. Вот. Это тоже такой отдельный метод. Если вы можете посмотреть на плотность, какую-нибудь, знаете, статистику удобную, вот, можно что-то такое еще попробовать провернуть. Вот. Например, то же самое с экспоненциальным можно сделать, со сдвигом, потому что мы знаем, что x1 будет правее тета, если мы чуть-чуть почтим, будет нормас. Как раз самое то. Вот. Но получится другая, даже не почем, статистика. Ну, другой интервал. Вот. Понятно? Вот. Вообще, я, наверное, рассказала все, что знала. Ну, типа, что могу вам рассказать. Если есть вопросы, можете позадавайте. Так, наверное, мы можем закончить. Продолжение следует...